Лекция Пашимадбхагаватам. Песнь 1, глава 8, текст 49. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 29 октября 1974 года, Майяпуре. Перевод. Я убил много юношей, браманов, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Даже если я проживу миллионы лет, мне не избежать ада, который уготован мне за эти грехи. Согласно ведической цивилизации, необходима особая защита для детей, браманов, женщин, святых людей и коров. Особая защита. Балат, Двиджа, Сухрит, Митра. Как, например, мы повторяем мантру «Намо Брамани Девая Го Брамана Хитаяча». Сначала говорится о коровах и браманах. А почему не о других? Есть столько животных, столько людей. Почему именно «Го Брамана Хитаяча»? На это следует обратить внимание. Пока в обществе не будут заботиться о этих двух видах живых существ, это общество не является человеческим. Двиджа. Это слово главным образом относится к браманам, хотя двиджей называют браман в кшатре Фаиващи, поскольку все они дважды рождённые. Первое рождение человек получает от отца и матери, второе рождение от духовного учителя и духовного знания. Поэтому особенно браманов называют двиджа-шрешта. Среди двиджей самый важный двиджа — это браман. Конечно, другие тоже хорошие при условии, что они следуют наставлениям двиджа-шрешта. Двиджа-шрешта. Шрешта значит «наилучший, лучший из двиджей». Прежде всего, нужно позаботиться об их благополучии. Го-брахмана-хитайча. Го-брахмана-хитайча. На первом месте — Го, коровы, защита коров. В современном обществе люди не знают, им неизвестны даже азы поклонения высшему существу, которое состоит в том, чтобы защищать коров и браманов. Кроме того, как только человек рождается, он становится должником во многих отношениях. Во многих отношениях. Мы становимся должны полубогам, как только мы рождаемся, как человек. Не как кошки и собаки. Кошки, собаки — они не должны никому, поскольку у них нет разума. Так, прежде всего, мы в долгу перед полубогами. Солнце, Луна, Индра, Чандра и многие другие. Почему мы становимся должником? Потому что Солнце дает свет, мы пользуемся солнечным светом. Если бы не было солнечного света, вы бы даже не смогли жить. Солнечный свет очень важен. Говорится, что когда Солнце отклоняется по своей орбите, то весь мир либо замерзает, либо становится очень жарком. Солнце очень важно. У Солнца есть орбита. Солнце — очень могущественная планета, очень важная планета из всех остальных планет. Раджа — это царь планет. Ячак-шу-реса-сабита-сакалак-грхананг Раджа — Солнце — царь всех планет, поскольку без Солнца все планеты замерзнут. Если же Солнце становится слишком ярким, то все загорится. На последнем этапе уничтожения творения вся Вселенная будет охвачена пламенем из-за обжигающего жара Солнца. А затем будут потоки дождя, которые будут продолжаться сотни лет. Сначала вся Вселенная будет охвачена пламенем, затем сто лет будут идти проливные дожди. Так будет уничтожено творение. Итак, мы настолько в долгу перед Солнцем, перед Луной, перед царем рая, поскольку они дают нам все эти потребностям. Индра посылает облака благодаря электричеству мы знаем, как это происходит. Из-за облака проливается достаточно дождя. самое щедрое. Облако дает вам дождь, даже если вам в этом нет нужды, в горах в этом нет нужды, в океане нет нужды, но если облако есть, оно не скупится. Даже в океане проливает дождь. поэтому если человек очень щедр, великодушен, его сравнивают с облаком. Если вы хотите побрызгать, хотя бы немного квадратных метров полить, вам приходится идти на такие усилия, но вы видите, как туча распространяет дождь. очень щедро, более чем достаточно. Так же в горах льет дождь, в море. Итак, мы в долгу перед полубогами. Например, нам нужно платить налог департаменту водоснабжения или за свет. Если не платите за свет, вам его отключат. Но мы не платим никаких счетов Богу Солнца. Мы пользуемся солнечным светом, но что мы платим взамен? Ничего. Поэтому рекомендуется совершение ягги, так сказано в Бхагавадгите. шахо-жаггя, праджа-жаггя, ты родился с ответственностью совершения ягги. Если ты совершаешь ягью, если совершаешь жертвоприношение именем Сурьи, во имя Чандры, во имя Индры, ваю, тогда они будут довольны и дадут тебе достаточно солнечного света, лунного света, достаточно дождя, и тогда ты будешь счастлив. Поэтому в ведах рекомендуется совершать Дева ягью, но эта ягья совершается не для удовлетворения какого-то отдельного полубога. Даже если вы совершаете какую-либо ягью для удовлетворения полубога, в ягье пребывает Нарайна. В ягье проводится присутствие Нарайна Шилы, Шалаграма Шилы, потому что он ягья Пуруша. В действительности, когда вы платите налог за свет или за воду, не нужно думать, что директор, ответственный за электроснабжение или водоснабжение, забирает себе эти деньги. Он не забирает. Они поступают в казну правительства. Точно так же говорится в в Бхагавадгите. Абидхи Пурвакам. Абидхи Пурвакам. Правительство по счетам распределит по департаментам эти деньги. Точно так же вы можете совершать Дева-Ягью во имя какого-то конкретного полубога, но все это можно удовлетворить, совершив одну Ягью. то есть когда вы становитесь сознающим Кришну. А как стать сознающим Кришну? Об этом также сказано в шастре. Нарадамуни говорит Махараджа Юдви Штхири Нам нужно платить столько налогов Деватам и полубогам, поскольку мы пользуемся множеством материальных элементов, которыми управляют разные Деваты. Мы также в долгу перед Риши. Риши то есть святые люди. К примеру мы читаем этот Шримад Бхагават Кришна Кто дал этот Шримад Бхагават о? Вьяса Дева В долгу перед ним Вьяса Дева дал нам Шимад Бхагават Махавани Крите Шимад Бхагават Дев Шимад Бхагават emotion составленный Вььяса Девой Мы пользуемся этим знанием поэтому мы настолько в долгу перед Вьяса Девой мы в долгу Мы в долгу перед полубогами, мы в долгу перед Вьясаделой и другими риши. Ману-самхита, мы в долгу перед великим Ману. Мы в долгу перед Парашарой Мунием, он дал Дарма-шастры. Таким образом, есть множество ведических текстов, и мы пользуемся ими. Поэтому мы непременно в долгу перед Девой и Ришей. Также Бхута, мы берем молоко у коров. Бхута, Апта, друзья, родственники. Мы пользуемся преимуществами семьи. И пользуемся помощью отца, матери, старшего брата, слуги. Таким образом, мы не можем брать служение ни от кого, не будучи в долгу перед ним. Мы не можем просто пользоваться этим. Поэтому мы запутываемся. Мы становимся должниками. И это называется карма. Если вы не платите по счетам, то вам придется страдать. Тогда вам придется страдать, поскольку вы только берете. Эти негодяи не знают. Они настолько неблагодарны. Они берут молоко от коров. А когда коровы перестают давать молоко, ну хорошо, пошлем их на бойни. Если человек взял молоко, он в долгу перед коровой. Но он при этом еще и убивает корову. Насколько же он запутывается в своей карме? Он не понимает. Мудха. Душкритина мудха, те, кто совершают грехи, они все мудхи. Они не понимают. Поэтому, поскольку они мудхи, поскольку они Душкритина, они не могут понять Кришну. Мудхи и Душкритина, грешники, не могут понять. Поэтому, как правило, мы видим, что люди низкорожденные, не имеющие знания, не имеющие благочестия, они все атеисты, безбожники. Они не могут понять. Как поймут они? Ведь они мудхи. Нарадхама. Нарадхама. Что такое Нарадхама? Это человек, у которого есть возможность понять реальность. Но такие люди не пользуются этим преимуществом. Нарадхама, они низшие из людей. А если взять образованного человека, майя-пахрита-гьяна, так сказать, образованного, кандидата наук, доктора наук, и в чем их образование? То же самое. Ахара, нидра, бхая, майя-пхана. Как есть, как спать. Их образование предназначено для того, чтобы научиться есть, спать. Но собаки тоже это делают. Майя-пахрита-гьяна. Истинное знание. Истинное образование в том, чтобы понять, как все устроено в природе. Чанмадья-сай-я-я-таха. Но их это не интересует. Для них образование — это как найти себе такую службу, чтобы получать зарплату, жить удобно, с женой, с детьми. Чем и собаки занимаются. Собаку тоже интересует еда. Секс с другой, с самкой. И каждые полгода полдюжины щенков появляются. Поэтому майя-пахрита-гьяна несмотря на то, что они вроде бы образованы, их истинное знание отнято у них. Истинное знание — это вопрошание об абсолютной истине Атхото Брама Джигеса. Вот так мы живем. Истинное знание. Итак, Ирадиштира Махараш сказал баладвиджа. Он говорит, баладвиджа — сухрин, митра. Мы не должны действовать против них. Бала. Чанаке Пандит говорит, та мать является врагом, и тот отец является врагом, который не заботится о детях, не думает о том, как дать им образование, как сделать их сознающими Бога, сознающими Кришну. Они враги. Так что любой отец, любая мать, которые не дают образование для духовного продвижения в жизни, враги, они не отец и не мать. Например, Прохлада Махараджа сам видел, как его отца убивают. Почему? Потому что он был... Отец был против сознания Кришны. Он был против сознания Кришны. Отца убивали. То же самое Сухрид Митра, как, например, Вибхишана. Вибхишан – брат Раваны. Но он участвовал в плане убийства Раваны вместе с Рамачандрой. Он сказал Рамачандре, «Этот мой брат должен быть убит». Сухрид Митра. Есть много примеров. Бали Махарадж отверг своего духовного учителя. Ты обманщик, ты не можешь стать моим духовным учителем. Почему? Потому что когда Бали Махарадж собирался пообещать, Шукарчарь ему посоветовал, «Ничего не обещай, он же Вишну». Он пришел в образе карлика, чтобы все у тебя отнять. И тогда Бали Махарадж понял, этот Шукарчарья – глупец. Кто такой Шукарчарья? Джата Гусай. Они становятся Ачарьями по происхождению. Родовые Ачарьи. В Индии есть такое понятие, как Гуру Вамша. Гуру – это духовный учитель. Это ученическая преемственность. Вот это вот Гуру Вамша. Гуру не становится по рождению. Но такое происходит, как это было Шукарчарьей. «Вот это семья моего Гуру. У него родился ребенок, поэтому нужно что-то пожертвовать». Его заслуга в том, что он зачал ребенка, поэтому нужно что-то пожертвовать. Вот что происходит. Шукарчарья. Так, Шукарчарья был отвергнут Бали Махараджем. Нет, не нужно этого семейного Гуру. Гуру Джатагасай. Нужен настоящий Гуру. Почему он отверг его? Когда Шукарчарья думал, этот человек в Бали собирается все отдать, Вишну, «Ваманя, как же мне тогда жить? Ведь я что-то получаю от этого человека, и я живу на этом. Если он отдаст все, Вишну, то в каком положении я окажусь? Мы же голодать будем». Вот только об этом они думают. Как эксплуатировать ученика, брать у него деньги и набивать живот. Вот это бизнес Шукарчарьи. Поэтому Бали Махарадж отверг, «Нет, нет, я не хочу». Так есть много примеров. «Сваджана тьяга». Когда гопи шли к Кришне, все эти сваджана, их братья, сыновья, муж, все запрещали им, «Куда ты идешь? Куда?» Или же эти яги-кабраманы. Им тоже не было дела до Кришны. Поэтому вывод в том, что вы можете освободиться от долгов Дебарши-бхутап-дринам-питринам. Кто может освободиться от долгов? Тот, кто всей душой принял прибежище к Кришне, Сарватмана, всей душой, он уже больше не рини, он отплатил по всем долгам. Каким образом? Кришна говорит об этом. Если вы опасаетесь, что не расплатившись с долгами перед столь многими личностями, перед Деватами, Риши, Бутами, людьми, если вы думаете, что просто предавшись мне, вы, тем не менее, навлечите на себя наказание за то, что не отплатили по счетам стольким людям, Кришна уверяет Машуча, не беспокойтесь, я защищу вас. Так что, с материальной точки зрения, все должны быть готовы платить. но означает ли это, что если человек становится преданным, он превращается в безответственного человека? Нет. Все это приходит естественным образом, автоматически, как, например, мы защищаем детей. Здесь только детей. Почему? Какова цель? Цель в том, что мы хотим увидеть, чтобы все становились сознающими Кришны. И забота о детях, их образование, пища для них, кровь для них, это автоматически происходит. Это настоящая защита. Как, например, в странах Запада они кормят детей мясом молотым. смешивают их с водой, варят и потом кормят с ложечки. Они становятся толстыми, конечно же, от этого. Но это не настоящая забота о детях. Не настоящая. Шастра говорит, что пока вы не спасете ребенка от неизбежной опасности, смерти, то вы не защищаете его. Что это за защита? Допустим, вы откормите ребенка, он станет толстым. Но означает ли это, что поскольку он толстый, он сильный, поэтому он не умрет? Он умрет. Как вы можете защитить его от смерти? Поэтому Шастра говорит, пита насасся джанани насасся нам чай джа саму петам риттам не нужно становиться отцом или матерью. Вот это настоящий противозачаточный метод. Если человек сознает Кришну, то он знает, какой смысл производить на свет детей, как кошки и собаки. Какой прок в этом? Если я произведу на свет каких-то детей, они должны сознавать Кришну, чтобы это было их последнее рождение. Потому что если вы будете сознавать Кришну, тогда вам не нужно будет рождаться больше. Вы отправитесь к Кришне домой. Вот это необходимо отец, мать, опекуны, их долг давать образование своим подопечным таким образом, чтобы они обрели совершенное сознание Кришны и спаслись от круговорота рождения и смерти. Это первостепенная обязанность защищать Бала, Двиджа. Но Юдиштир Махараж думает, что он убил стольких юношей на другой стороне. Был внук Махаража Юдиштир, сыновья его брата. Сыновья брата и ваши сыновья это то же самое. Большая семья и он убил много юношей и Двиджа. Дроначарья был браманом. Он также убил его на битве. Бала, Двиджа и Сухрид. Карна был другом. Было много других друзей, примкнувшись к другой стороне. Так что он убил Сухрид, Митра, друзей и Петрин, например, дед или Дроначарья, Крипачарья. Они все были убиты. Они были в возрасте его деда, отца. Дроначарья был гуру, духовным учителем, учителем воинскому искусству, Друха. И он осуждал об этом. Но он упускал одну важную деталь. все, что он делал, он делал это, следуя наставлениям Кришны. Поэтому для обычного человека это великий грех. Если мы действуем, побуждаем и чувственными наслаждениями, убиваем многих людей, то мы ответственны за это. Но что касается пандавов, они не делали это ради своих наслаждений материальных. Они делали это для Кришны. Поэтому все, что они делали, было правильно. в противном случае в обычной такой ситуации человек ответственен, как, например, Болидан. если подношение делается богине Кали, если это делается правильно, то коза, которую приносят в жертву перед богиней Кали, сразу же получает человеческое тело. Иначе ей бы понадобилось миллионы лет, чтобы прийти в человеческое тело. Но поскольку ее приносят в жертву, и читается ведическая мантра, но этот человек, который убивает, он вынужден стать козой в следующей жизни, чтобы его, принципе, принесла эта коза в жертву, которая родится человеком. Поэтому это называется карма-банда. Есть правила ограничения. его единственная цель это есть мясо. Он может пойти на этот риск. Ешь мясо, но ты должен предоставить при этом возможность животному стать сразу же человеком после смерти, чтобы он мог воспользоваться этим. Мамса, самам кхадати ити мамса. Мамса. Был один царь, который убил множество животных в жертвоприношении, когда он попал в рай, я забыл, знаменитый царь. Многие души, они были готовы убить его, потому что он убил много животных. Поэтому сказано, обычно Нирайан Мокша, нам придется за это брать ответственность. Почему? Миллион. Один миллион. Это карма-чакра. Мы получаем какую-то возможность и готовим свою следующую жизнь. Это называется карма-чакра. Ястиндра-Гопа-Матхамендра Маха-Сакарма-Пхалам Бхаджанути Все наслаждаются плодами своей прошлой кармы. И кто наслаждается? Начиная с царя Индры, царя Рая, он очень могущественный, высокое положение занимает. Начиная с этого Индры и кончая насекомым, которого называют Индра-Гопа, Маха-Индра. Начиная с насекомого известного как Индра и другого Индры, великого Индры, все связаны с своей карма-пхалой. Те, кто полностью предались Кришне, Бхакти-Бхаджан, Карма-Маха-Индр-Дхати, карма-Ани-Нир-Дхати, их карма Нир-Дхати, то есть результат практически сведен к нулю. Даже если какая-то карма-пала остается, то очень, очень малая. приводится пример, если человека должны были осудить на казнь, должны были трубить ему голову, но, по милости Кришне, его от этого спасут. Допустим, он порежет себе ножом руку. Вот так это рассматривается. Как правило, преданный полностью освобождает от всей кармы-палы. Обычно мы в долгу перед многими, не только Бааладвиджа-Гопа, но также перед Ришей, Девотами, мы должны об этом заботиться, платить по счетам, но если мы полностью предаемся Кришне, не по отношению каким-то другим полубогам это сказано, а Мукундам, Мукунда, Мук, значит освобождение, тот, кто дает освобождение, готов Мукундам, парихритикар, там, тот, кто полностью предается Мукунде, Кришне, он освобождается от всех своих долгов перед многими, таков наш долг без остатка предаться Кришне и спастись от последствий массы грехов, совершенных нами в прошлом. Спасибо вам большое. Спасибо.